Всем привет! Интернет-магазин Antelife.com.ua представляет вашему вниманию еще один китайский планшет на базе ретина-экрана. Данная модель является аналогом INO Spark, аналогом для Freelander PD80 Twice. В данном случае модель называется Nextway F9X. Планшет построен на четырехъядерном процессоре Allwinner A31. Мощнейший, хороший процессор, очень отлично он работает с таким разрешением ретина. Давайте отложим немножко планшет подальше и посмотрим в какой коробке и с какой комплектации поставляется наш планшет. Коробка очень интересная. Как в первый раз я увидел, подумал, что трансформер. Трансформер Prime. Идем по комплектации. Открывается коробка у нас вот так вот интересно. В коробке у нас особо ничего нет. Есть кулечек к планшету и есть вот такая вот каемка. Тут у нас наушники, USB кабель стандартный, OTG кабель. Также отдельно от планшета поставляется вот такая вот коробка, где у нас располагается наша сетевая зарядка. С переходничком обязательно. Рассмотрим наш планшет. Планшет работает быстро. Wi-Fi стабильный, имеет прием. Внешне модель наша выполнена из алюминия сзади. Все в пленочках. Спереди пленка оригинальная, двойная, сзади пленочка. Сзади у нас располагается камера, логотипы Nextway. Есть у нас также динамик. Пройдемся по разъемам. Итак, слева направо. Кнопка Escape, то есть кнопка меню наушники, mini HDMI, микрофон, USB хост, слот под карточку памяти, слот под зарядку и кнопка включения и выключения. По другим торцам у нас ничего здесь нет. Планшет очень тонкий и удобный. Основным отличием данной модели от INL Spark является чуть-чуть слабее аккумулятор. Тут он заявлен 8000 мАч, у INL Spark 10000. По продолжительности работы планшет в принципе довольно себя хорошо проявил. В районе 4-5 часов он будет работать в режиме игры. То есть в режиме максимальной нагрузки. Так, давайте посмотрим все основные технические характеристики через программку Antutu. В Antutu он набирает 10-11 тысяч баллов. Все это связано с тем, что ретина разрешения у нас огромнейшая и ему довольно-таки сложно обрабатывать такую картинку. Вот наше разрешение 248 на 1440. 320 плотность точек. Оперативная память у нас, как на любом Allwinner A31 2 ГБ, а доступных из них для работы 1530 МБ. Около того. Есть у нас две камеры 2 МП, задняя и фронтальная 0,3 МП. 4.1.1 Android. На борту своей встроенной памяти у данной модели планшета 16 ГИК. В принципе для работы, для комфортной работы этого предостаточно. Можно также вставлять вот в этот разъем карточку памяти. У меня сейчас стоит на 16, превосходно, все отлично работает. Давайте посмотрим нашу прошивку. У нас 4.1.1 Android. В принципе полноценный русский язык присутствует. Максимально все форматы видео, все форматы аудио, все поддерживается. Управление очень легкое. Давайте посмотрим на качество экрана нашего планшета. Напоминаю, что стоит ретинно разрешение и ретинно дисплей. Сочность картинок супер. Нож планшета отлично также справляется с любыми форматами видео. Достаточно просто закинуть видео на карту памяти, как можно с легкостью его воспроизводить. Давайте посмотрим, как планшет справляется с серфингом в интернете, с прогрузкой видео в YouTube, с просмотром видео в YouTube. Субтитры делал DimaTorzok Также давайте посмотрим, как планшет справляется с браузером, с прогрузкой тяжелых страниц в интернете. Насколько хорошо работает у нас мультитач. Мы видим, что страничка прогружается довольно-таки быстро. Наш планшет способен работать с любыми современными играми. Давайте посмотрим одни из наиболее популярных сейчас в интернете и среди пользователей наших. Продолжение следует... Продолжение следует... Также у нас в планшете есть две камеры. Камеры во всех таких моделях, прямо скажем, для галочки. Особо ничего такого не фотографируют. Но фотографируется, видите, очень быстро. В целом, что мы имеем? Nextway F9X. Очень такая добротная, хорошая модель. Собрана в хорошем корпусе. Алюминиевая крышка сзади. Спереди закаленное стекло, которое не царапается. Поставляется он с пленками в заводских коробочках. Работает шустро, работает с любыми современными играми. По деньгам, по цене он немножко дешевле, чем INL Spark. По надежности, по характеристикам я считаю, что не проигрывает. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok